В Черкесске прошли масштабные всероссийские командно-штабные учения, посвященные 92-й годовщине образования гражданской обороны России. Пострадавшим в ходе условного теракта оказали экстренную помощь бригады Центра медицины катастрофы команды нештатных формирований. С полей учений репортаж Фатимы Дауровой. Тема сегодняшних учений – отработка действий различных структур в случае чрезвычайной ситуации. Свой профессионализм должны были продемонстрировать представители службы медицины катастроф, сотрудники подразделений регионального управления МЧС России. Главная цель заключалась в организации лечебно-эвакуационных мероприятий при ликвидации медико-санитарных последствий условного чрезвычайного происшествия. Этап организован на оказание медицинской помощи пострадавшим. Условно вводное будет наличие пострадавших при взрывах и обрушениях зданий и конструкций. Учения будут проводиться среди нештатных медицинских формирований, которые обеспечивают мероприятия гражданской обороны и участвуют в чрезвычайных ситуациях. В ходе тестового контроля у сотрудников оценивали теоретические и практические знания в ситуационной задаче, отмечали оперативность и алгоритм действий при медицинской сортировке раненых. Бригады соревновались в скорости оказания первой помощи пострадавшим и реанимационных мероприятиях. Такие учения позволяют подготовиться к критическим ситуациям и повысить эффективность действий всех причастных для устранения последствий, считают специалисты, которые сегодня выступили в качестве экспертов. Те бригады, которые уже поучаствовали, в общем, удовлетворительно всё. Есть, конечно, нюансы некоторые, но в общем я могу сказать, что молодцы. И быстро, и грамотно, и чётко всё делают. Наша задача – как можно больше спасти жизни, потому что бывают ситуации, когда никто, кроме нас, помочь не сможет. Именно поэтому мы постоянно тренируемся оказывать помощь, делятся участники соревнований. Мы первый раз участвуем в подобном мероприятии. Конечно, это волнительно, поскольку первый раз. Но, конечно, мы были настроены, были подготовлены. Считаю, что мы хорошо справились, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и эвакуировали его с места ЧАЭС. Мы, конечно, всё это проходим в институтах, но всё это в голове не держится, потому что это не наша специфика. А благодаря таким учениям, конечно, мы всё это вспоминаем и даже где-то дорабатываем, где-то даже, наверное, новое узнаём для себя. Ну, конечно, элемент волнения был. Мы, может быть, если камеры и присутствие наблюдателей, конечно, они тоже сыграли своё влияние на наше выступление. Но мы старались изо всех сил. Проведение данного мероприятия позволило проверить возможности, имеющиеся в регионе, для оказания медицинской помощи пострадавшим в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации. По итогам соревнований профессиональные действия экстренных медицинских служб были оценены высоко. Медики из Джигутинской ЦРБ были признаны лучшими. Следом идут коллеги из Урубского района. Ну а замыкает тройку лидеров врачи Хабесской центральной больницы. Фатима Дорова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия.